Сегодня об нас вытирают ноги. Мы строим самые современные спортивные сооружения. Но назло нам они обвиняются, две-три федерации национальные, и говорят, не поедем, потому что Россия. Сочи. Сочи это город, а это Россия. Чтобы еще раз плюнуть в сторону России. Воевать не могут. Экономически не задушить. Это культуру души. Вот артиста не пустим выступать в какую-то страну. Или к вам не приедем, или ваших спортсменов не допустим. Это вот все. Остатки яйцинского режима. Шел на поводу Запада. Если бы сегодня стояла в Германии русская армия, полмиллиона, все бы на цыпочках ходили. На цыпочках ходили. И ехали бы в Москву с радостью, что мы разрешили им приехать и участвовать в соревновании. Вот почему мы выступаем против таких, как ельцин, против большевиков. В 17-й год тоже пришли к власти незаконно. В этом же проблема. А сейчас вот как мы нам их, мы не можем ничего сделать. Можем иметь 10-миллионную армию, можем иметь самые мощные ракетные войска. А они не приехали на соревнования. Потому что слабая страна была. Ослабили. Поэтому нельзя ослаблять страну. Сперва государство мощное, потом спорт пойдет, и культура, и наука, и молодежь, и бизнес, и деньги, и богатство, все остальное. А если сперва Новгородская вечер, не было бы России, вообще бы не было. Вы бы сохранили ваше Новгородская вечер, пришли бы дошведские войска. Но этого не понимают. Даже сегодня наша интеллигенция этого не понимает. Оказывается, все был мрак до Ельцина, а Ельцин нам дал глоток свободы. Это глупость, это, так сказать, низкая, низкопробная ложь. Он все из уродов. Он самый худший глава русского государства. Ему Ельцин центр открыли. 6 миллиардов потратили. Ну, деньги. 11 миллиардов рублей. В любом случае, огромные деньги. Чтобы прославлять человека, нанесшего самый большой урон нашей стране.